Девушки отдыхают Псс! Василий Петрович, что сидим-то? Выходим из лимузина. Выходим, выходим. Так, стоим здесь, носочки ровно, глаза закрыли, открыли. Так лучше. Пойдём. Идём, идём, идём. Здесь вас встречает командир почётного караула. Удёшь, аналовный, пана президент, и бла-бла-бла, жмёте ему руку. Жмёте, жмёте. Отлично. Идём дальше. Да, не ссутулимся. Красиво. Подбородок выше, улыбочка. Обычная, лёгкая президентская походка. – Да, человек, получится, получится всё сделаем. – Да. Завтра тоже требует. Я понимаю. Гардемарины, кадеты, красавцы. Завтра упадёшь, не забудем. Проходим. Подбородок выше и сутулимся. Так вот здесь стоп. Да. Замечательно. Улыбка. Подбородок выше. Ещё выше. Ещё. Ух ты. А, люстра. Красивая. Впечатляет. Да. 8 миллионов евро. Да. Первый президент купил на аукционе. Мещанство. Может, позавтракем? А, спасибо, я не голоден. Ну, как хотите, я с удовольствием. После. И поднимаемся по лестнице. Здесь завтра будут гвардейцы. Улыбаемся. Идём ровно по мраморным ступенькам. Кстати, итальянские, древние. По ним ещё сама Мария Антонна-то подымалась. Куда? Да. На казнь. А, кстати, люстра была раньше серебряная, сейчас золотая. Дефолт 2008 года, помните? Конечно. Вот он. Да. Идём, ровная спина, дышим. Да, дышу. Кстати, хорошо дышу. Хорошо, да. 7 уровней очистки. Да? Да. У Обамы 6, кстати. Ну, интересно. Любил символизм. Ух ты. Птичка Янукович. Самый дурак. Работает. Идём дальше. И вот здесь стоп. Да. Постоим на красной книге. Как это? 17 пород редкого дерева. Да вы что? И на балкончик. Прямо? Да, выходим. Здесь гости, депутаты. Машем ручкой. Машем, машем. Благословляем. С другой работы осталось. Глаза закройте. Откройте. Да. Всё-таки так лучше. Я люблю свою страну, Люблю свою жену, Люблю свою собаку. Я всего на свете член, Почти что супермен, Но редко лезу в драку. Знает весь двор Мой приговор Слуга народа. У меня почти всё есть Достоинство и честь И даже крики браво Персональный самолёт Мне выделил народ А что имею право На животу Вот тут Набью тату Слуга народа Гвардейцы, открывая дверь Фанфары, аплодисменты И пошли Вспышки, вспышки, вспышки Секунд двадцать Несложно Улыбаемся Улыбаемся Над улыбкой поработаем позже И подходим к трибуне Есть Господин президент Да Кто из нас господин президент Я Замечательно Так может К лесу передам Поверяйся Я волнуюсь Подходим к трибуне И читаем речь Еще и речь Да, хорошо Шановне Шановне Извините, это мой бок Необходимо размять речевой аппарат Для начала Давайте Бда-бди-бдо-бду Бда-бди-бдо-бду Вот замечательно Бда-бди-бдо-бду Вот так, скороговорки Значит Оппозиция Лоббировала-лоббировала Да не вылоббировала Вот так быстро Оппозиция Лоббировала-лоббировала Да не вылоббировала Орешки Я не хочу, спасибо Да Зачем? Оппозиция Лоббировала-лоббировала Да не вылоббировала О, да, хорошо Ага О Как греческая. Оппозиция ламбировала, ламбировала. da не вылабировала. Ламбировала. Оппозиция ламбировала, ламбировала, да не вылабировала... Прекрасно! Усложнил. Ехал гепа через реку, видит геппа в реке рак. Солав гепа дупу в реку, рак за дупу, гепу цап. В реку рак за дупу, гепу цап. Прекрасно! Теперь моя любимая. Шёл Ляшко по шоссе... И? И что? И всё, размяли речевой аппарат, орехи долой, читаем речь. Да. Попробую. Шановные спеви... Слушайте, а можно я вместо шановных спевчизников скажу дорогие украинцы? Как-то ближе к... Да, конечно. Дорогие украинцы. Неплохо, только надо бомнить себе под нос. Дорогие украинцы. Отлично, можно погромче. Дорогие украинцы. В то же время и крещать не надо, это не обязательно, да. Дорогие украинцы. Вот это слишком быстро. Понял. Чуть размереннее. Ага. Дорогие... Украинцы. Что, уснули все, да, кругом? Эти мхатовские паузы ни к чему. Я вас прошу, господин президент. Спокойно. Мягче. Видишь, человек вам нравится. Извините. Спасибо, Юрий Иванович. Нет, за что. Давайте, глагольте. Меня здесь нет. Хорошо. Все. Понял. Дорогие украинцы. Чверть столетия тому мы почали... Не, не, стоп, 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 извините. Давайте так. Раза три-четыре с орехами, потом речь как песня польется. Да, да. Ну я то знаю просто. Спинаром, улыбочкой. О, заиграла. И речь. Дорогие украинцы. Дорогие украинцы. Дорогие украинцы. Дорогие украинцы. Дорогие украинцы. Дорогие украинцы. Украинцы. Дорогие украинцы. Дорогие украинцы. А оты-баты пришли свати до нареченої дохати. Не котите нам, гарбуза! Голосуйте дружно «За»! Вы свидетели его вышли? У вас товар, у нас купец. У вас же девчина, а у нас молодец. Ничего не понимаю, а вы кто? Мы батьки Славика, и пришли засватить вашу Наталочку. Засватали, девчиноньку! Спасибо. А ничего, что полгода назад ваш Славик ее бросил, и девочка полуживая ходила, ничего? Иди сюда. Скажи, что хотел сказать. Наташа, я совершил ошибку. Наташа, я совершил ошибку, прости меня, пожалуйста. Ага, сейчас. Ну пожалуйста. Все, Славик, до свидания. Ну пожалуйста. Извините. Подождите, пожалуйста. Но у вас еще одна незамежная голубка есть. Засватали, девчиноньку! До свидания! Ты это видел? Нет, ну… Что такое? А ничего, что мы принца Гарри, как минимум, в женихи поджидаем, а они нам этого рахитного впаривают. Засватали! Пошли завтрак. Ну, а сейчас самая важная часть церемонии. Вы принимаете поздравления. Ребят, поехали! Что я должен делать? Ничего особенного. Улыбайтесь, кивайте, жмете руку. И главное, мало говорите, чтобы потом не пришлось много извиняться. Хорошо. Присадьте. Дамы и господа! Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама! Встаем. Неужели сам? Простите, я вас не понимаю. Кстати, я тоже не понимаю, зачем нам нужен Обама, если его не будет на инаугурации. Понял. Коля, домой. Совсем не похож. Нет, не похож. Но мы просто хотели приблизить вас к реалиям. Присядьте. Угу. Дамы и господа! Ангела Меркель! Встаем. Аннет. Здрасте, Василий Петрович. Валя, ну какое здрасте? Откуда здрасте? Ты бы еще шалом сказала. Дай мне Меркель. Меркель дай. Гуден абен хер, Василий Петрович. Гуден абен. Жмите руку мягенько. Мягенько. Она должна доминировать. От этого зависит размер помощи Центробанк Германии. Ага. Данки сон. Валя. Немецкий, надо подтянуть. Мне кажется, неплохое такое баварское произношение. Вон присядьте. Спасибо. Дамы и господа! Саркази и Путин! При чем тут Путин? А при чем тут Саркази? Во Франции давно овал? Извините. Прошлогодний список подсолнули. Так, это Саркази. Ну как с Валей? Путин? Потеряйся! Быстрее! Быстрее! Чтобы я не видел больше. Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Можно не вставать. Ага. Простите, я на секунду. Алло. Оля. Это срочно или может подождать? Господин Президент, я всего лишь хотела напомнить, что сегодня у вас запланирована неофициальная встреча с сыном. Но в силу своей природной забывчивости и свалившегося на вас груза ответственности, вы наверняка о ней забыли, да? Боль, я ничего не забыл, немножко закрутился, но уже выезжаю. Юрий Иванович, мы можем прерваться ненадолго. Мне нужно уехать. Куда? В сыном пообещал зоопарк. Олег. Сорок бойцов, пять снайперов, один вертолет. Два часа на подготовку. А проще никак нельзя? Ну, разве что зверей сюда перевезти. Тогда час на подготовку. Хотя бы так. Выполняй. Спасибо. Круто мы отдыхали, да? И народу немного. Ну, пошла. Президент. Что такое тесто? Ну, вообще-то мы хотели пойти в зоопарк. Сынок, ну я же не виноват, что дождь ваша. Ну и потом, может быть, все не так плохо. В Киевском зоопарке все животных меньше, чем здесь. Может, поиграем во что? Радость и печаль. Начинаем. Хорошо, Яночка. Назови самую большую радость этой недели. Ты стал президентом. Теперь ты почти самый крутой папа в классе. А почему это почти самый крутой? Просто папа Коваленко, водитель Доргина. Водитель Доргина, конечно, он меня сделал. Ну, у тебя уветренное второе место. Серебро – это не плохо. Поехали дальше? Да. Тревоги. А это правда, что ты будешь меня меньше любить? Все-нибудь, с чего ты взял? Ну, это кроме меня. Тебе придется любить еще целый народ. Димыч, несмотря на то, что я президент, я все тот же твой папа, а ты все тот же мой любимый сын. И я, конечно, люблю свой народ, но ты у меня будешь всегда на первом месте. Хочешь, поклянусь на конституции страны? Ладно, проехали. Да, теперь… Что? Сейчас. Что такое? Зовут, ехать пора. Наши мамы. Кодный диспанс. Немного задержались, извини, пожалуйста. Да, ничего. Василий Петрович, вы бы еще на встречу с сыном с ротой почетного караула пришли. Прости, пожалуйста. Положено по статусу. А шишек нам там по статусу не положено? Нет, нет. Да нет. Да нет. Пап. Да, сын. А можешь ты на мой день рождения издать такой указ? Чтоб мама снова вышла за тебя замуж. Сыночка, этот, значит, не папа на компетенцию, он же президент. Должно все-таки боеться. Это вы опять начнете ссориться, ругаться. Второго вашего развода моя психика не переживет. Поэтому лучшие кролики. Ролики? Да. Нормальный подарок, договорились. Хорошо, я буду бежать у меня. Я тебе позвоню. Пока. Хорошо. Пока. Счастливо. Нет, ну это капец какой-то. Он орёт и орёт. Когда у него уже эта батарейка сядет? Что мы с ним делать? Ну, Натусь, может, выйдешь к нему? А вдруг и правду одумается. Сейчас, доча не ведись. Это доча как папаша твой. Милицию надо вызывать. Да какую милицию? Вот и вся милиция. Петя! Что Петя? Что Петя? И чтоб художество вот эти с асфальта стёр. Весь двор своей любовью загадил. Ну, комонный какой-то. Да, он ещё и безграмотный. Наташа, выходи за меня. Через И. А что, неправильно? Мама. Мы ужинать будем, а? Будем, будем. Ну хорошо. Да, да. О, мать, а что пятная с орёлка? А, Славика. Это я для Васеньки по привычке накрыла. Как он там наш дорогой? Да думаю, с голоду не умирает в отличие от меня. Мать, что застыло? Да, да, да. О, опять вареники. Ну, извиняйте, рябчиков нету. А Васька сейчас нибудь жирует. Его там деликатесами с ложечки кормят. Итак, господин президент, чтобы ничего не перепутать. Да. Эта вилка для основного блюда. Хорошо. Эти вилки для салата. Салат. Эта для лимона. Эта мидии и устрицы. Так с нас основного... Переходим к ложкам. А к ложкам? Эта ложка для супов. Эта для спагетти. Спагетти. Эта для десерта. Эта для масла. Эта для кофе и чая. Ну, с ножами просто. Это стейк, десертный, закуски для рыбы и профитролей. Ясно? Ну... Замечательно. Тогда приятного аппетита. Поехали. Поехали. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, Никиточка, иди сюда. Да-да-да. Солитесь там. Не спите? Хочу. Василий Петрович, прошу прощения, как-то не сообразил сразу предложить. Может, хотите первую ледя? Это как? Ну, как? Ну, вам виднее. Можно так, можно... Вы что, Юрий Иванович, издеваетесь или что? Ну, правильно. Завтра сложный день. При чем тот день, Юрий Иванович? Ну, вы даете, конечно. До свидания. Василий Петрович! Ну, что вы еще? Ну, если передумаете, вот пульт. Кнопка 1, Анжела. Кнопка 2, Виолетта. Кнопка 3, Эдуард. Юрий Иванович, какие кнопки? Я вам говорю, ничего не нужно. Спасибо. Сами разберетесь, да? Вот пультик здесь. Да, я сам разберусь. Пультик там. До свидания. Спокойной ночи. Ужас. Так, дачу. Шверт, да, шверт. Блин, как же, да, шверт. Столите тому. А мы бочелы, мы бочелы. Да. Да, что лиц. Тому. Бо бочелы бодваты. Нац. Господин Бразилий. Ну, что тут, Юрий Иванович, ну, ну, в самом деле. Юрий Иванович. Василий Петрович. Юрий Иванович. Ой, шерсть. Добрый вечер, Василий Петрович. Здрасте. Здрасте, господин Линкольн. Очень приятно. А как вы? А я вот зашел узнать, как дела. Совесть не мучает? Авраам, как вас по-батюшке? Можно просто. Господин Президент. Господин Президент, если бы по поводу этой речи, я не собирался ее воровать. Ну, тем более, зачем? У вас прекрасный спич на Ютьюбе. Да. Я, правда, не понял некоторые слова. Вот это, Пис, это, вероятно, мир. А вот что такое детс, я не знаю. Как бы, состояние нашей страны. Мир? Детс. Ясно. Примерно так. Это как у нас Великая Депрессия. А, типа того. И? Что и? Что вы будете делать? Где дела? Или ваш потолок пять миллионов просмотров на Ютьюбе? Ну, во-первых, не пять, а восемь. Вот, а во-вторых. А знаете, а мы с вами очень похожи. Я тоже из простой семьи. Тоже вначале не верил в свои силы. Но я все-таки отменил рабство. Освободил миллионы людей в тысячу восемьсот... В шести от Таро, я помню. В Рагу. Василий Петрович, вы тоже можете освободить свой народ? Ну, у нас же рабства нет. А вы считаете, что для миллионов украинцев, которые каторшно вкалывают, чтобы обеспечить зажравшуюся, так сказать, элиту, их дома, лимузины, дачи, это не рабство? А что я могу сделать? Будьте самим собой, господин президент. Президент Голобородько, по сути, еще не заступил на пост, но мы уже видим изменения. Так, впервые в истории инаугурация президента состоится не в Верховной Раде, где, напомню, сейчас продолжается ремонт, а в доме учителя. Безусловно, это очень символично, поскольку ранее Василий Голобородько работал именно учителем истории. Это катастрофа. У нас 47 международных делегаций, прямой эфир, СМИ. Как это он отказался? Я так и сказал. Не нужна где-то охрана. Кортеж. Сам, говорит, доберусь. Что мне было с ним делать? Машину и силком запихивать? Может, там случилось что-то? Дай бог. В смысле, не дай бог. Для встречи президента на КРАО! Бул! Зачем нужен этот пафос? Какой нахрен пафос? Она изнутри не открывается. Паня президент, рода по честной варты с нагодой, инаккурацией вычекована. Начальник по честной варты генерал-лейтенант Сидоренко. Здрасте. Бажаю здоровья. Дякую. Пани да панове, президент Украины! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Дорогі співвітчизники та гості України, чверть століття тому ми почали будувати нову націю, зароджену у свободі з вірою у рівноправність усіх громадян. Василь Петрович, ви вже знаєте, що скажете на інахурацію? Сашко, яка інахурація? Мене ніхто не вбере. А вдруг виберуть? Будете потом бекать-мекать перед всей страной, а ми за вас краснеть. Хватить веселиться, у нас контрольная, пишите. Надо бы порепетировать, Василий Петрович. Не буду я репетировать. Я вам снизу этой контролю. Хорошо, хорошо. Раскричайся, порепетируйте. Давайте. Что нужно делать? Руку на Библию. Руку на Библию? Библии нет, ребят. Ну, есть классный журнал. Не Библия, но вещь тоже святая. Какую руку? Правую? Правую. Так, хорошо. Даже не знаю, с чего начать. Ну вот, я же говорил. Начните, как все. Пообещайте, что все у нас будет хорошо, что… Левченко, я ничего, никому обещать не собираюсь. Правильно. Главное, честно и своими словами. А в конце еще вот так сделайте. Оп, и вообще будет супер. Я обязательно так сделаю, после того, как ты мне наконец дашь реферат на тему Запорожской Сечи. Выбачьте, можно я краще своими словами. Вы знаете, я простой учитель истории. Такая история, учитель истории попал в историю. Забавно. Тут по плану я должен был вам всем много чего обещать. Но я… Я обещать не буду. Во-первых, это нечестно. Во-вторых, я в этом абсолютно ничего не понимаю. Но это пока. Я разберусь. Но я знаю одно. Поступать нужно так, чтобы потом не было стыдно смотреть детям в глаза. Ну и родителям. Ну и всем вам, конечно же. Осьте украинцы. Я вам убитяю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дякую. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...